Привет! Я думаю многие помнят тот видос, когда мы с топ-1 варфейсером, ну точнее пвешником варфейса, вот, проходили спецоперацию Blackwood вдвоем. Еще он мне также предложил пройти черную акулу. И опять же сделать это вдвоем. Да, как многим, наверное, известно, спецуха не самая простая, вот, но и не самая сложная. Но вдвоем она действительно хардкорная. В соло он ее еще не проходил, кстати. В общем, сейчас все будет максимально подробно и максимально понятно вам изложено. На каком этаже, как нужно действовать, ну и что делать в казусных ситуациях. Огромное вам всем спасибо за поддержку, которую вы проявляете. Я рад для вас стараться. И, кстати, в описании есть ссылка, по которой ты можешь перейти и получить крутые пушки и магма-шлемаки. Донация действует для новичков. Ну и ссылочка, естественно, на Мерсера будет в описании. Ну это тот самый топ-1 пвешник. Давай, устраивайся поудобнее и приятного тебе просмотра. После просмотра этого видео ты сможешь с легкостью пройти данную спецупку. Так, а пока по поводу графики здесь лагать будет? Лучше детализацию, наверное, убрать. Но у меня нет. У меня никогда не было такого. Баты же жесткие. Ну, относительно. Это что-то среднее между Нубисом или такого. То есть они обычно попадают в первовой очереди, но гасят не так быстро, как на Нубисе. Мы сейчас стоим, пока ботов убиваем? Угу. Осторожно, мы активировали ботов. Сейчас пару штук подойдет по низу. О, мне сверху пришел один бот. Типа изначально хотел я пойти инженером, но потом что-то подумал. Разнообразие сделать. Чё? Туральки? Пробуй. Пробуй им. Помнишь, я тебе показывал, куда им стрелять? Пробуй им в ту зону попадать. Как раз потренишься немножко. Это не так легко. Я тренился, чтобы прям нормально туда стабильно попадать. Месяца два, наверное, тренился. Сейчас я вижу, ты не попадаешь. Я не понимаю, где она находится. Под камерой. Ну вот примерно где огонь был, где она горела. Вот примерно в той зоне. Выноси, там можно новых ботов не будет. И иди по правой стороне ко мне. Короче, ставишь мину вот прямо на начало вот этой вот фигни. На нее запрыгнуть надо? Да, запрыгиваешь и сразу на краешки ставишь. Да, отходишь и взрываешь. Ого, лайфхаки. Пойдем ехали. Смотрим, идем на центр, смотрим, в какой они стороны идут. И, соответственно, бежим на противоположную. Бежим направо. Кундук, встаешь, показываешься и сидишь ты обратно. Я экономлю патроны. Перебегаем. Но там не всегда есть время, чтобы его смотреть. Там мавика одна закрыла. Все нормально. Я второго убил. Угу, вижу. За, смотри. Сейчас начинается веселье. Короче, спереди нужно выносить медленно, потому что как спереди выносишь, новое появляется. Так, съем первую, суббота 2, наверное. Все, все, да, смотри. Да, спаун закончился, можно выносить. Ну вот, кто остался, тот ЛЦУшник. Вижу, вижу гранник, вижу снайпер. Короче, сейчас нужно просто прятаться в правильных местах. Место экспаунер рандомное немножко, но на самом деле это не так страшно. Просто держись со мной. Первую волну сядь напротив меня точно так же. Не, не в угол, а наоборот там, где я, чтобы ты видел, откуда они прибегают. Ты мог спокойно забрать. Идем со мной. Давай я право уберу. Угу. Короче, сейчас будет рандом. Мы бежим в одну сторону. Вот, предположим, вот в мою. Но они рано или поздно, где-то через волну или две, побегут с одной стороны, либо с этой, либо с противоположной. Если они побегут с той стороны, то мы в шоколаде. Если они вылезут с этой, то нужно быстро быть готовым и перебежать к другой. Ага, окей. О, они с той стороны вычили, замечательно. На самом деле, я думаю, что мы и так бы перебежали, но это могло бы вызвать осложнение. Все? Угу. Легко, легко. Мы как бы начнем как обычно. А обычно здесь начинается с того, что мы садимся в угол, в правый дальний угол, и оттуда стреливаемся, идем со мной. Скорее всего, ты умрешь, я ничего не смогу сделать. А вот что буду делать я, вот ты уже увидишь. Так, ну и право. Знаешь, я не ожидал, но мы справились даже без этого. Ну, хорошо, если бы я умер, что бы ты делал? Смотри, короче. Я беру аптечку, начинаю вот так вот идти вдоль стены. И они потихоньку скапливаются у меня сзади. А так как я иду вдоль стены, у них есть особенность, что они очень-очень медленно идут за человеком, который идет по стене. И таким образом я их скапливаю по 8 штук и убиваю. На их место появляется новое. То есть, фактически я вот так убегаю по кругу и выношу их. То есть, лучше как можно дольше продержаться нормально путем, а когда чувствуешь, что уже поджимает, то берешь аптечку, уходишь. Короче, особенность этого этажа в том, что он либо настолько элементарный, что полэтажа в нем вообще ботов нет, либо он такой хардкорный, что мы с тобой его еле-еле пройдем. Короче, мы с тобой бежим вот за эту фигню. Садимся вот где я тебе стреляю. Прямо вот за ней, то есть? Нет, не за ней, а вот прям с нашей стороны. Короче, садимся за ней таким образом, чтобы боты по верхам нас вообще не видели. Где-то через минуту зомби либо закончатся, либо начнутся новые в утроенном количестве. И нам нужно просто молиться на то, чтобы они закончились. Если они не закончатся, придется тавиеваться так хорошо, как только мы сможем. То есть, вот тут мы садимся, правильно? Правильно. Они будут побегать так, что на любом случае нужно смотреть. Все подряд. Блин, мне жестко. Да, я ее брони. Сзади у тебя. Было бы весело, если бы меня вначале слили, конечно. Кстати, нам, походу, не повезло. Утройное количество? Угу. Но волна идет по времени, главное подержаться по времени. То есть, можно, если ты видишь, что они очень далеко, но ты можешь их всех за раз снять. Можешь подождать, пока они ближе подойдут. А, понял. Все, я уже чувствую, уже пошло. Угу. Держись. Ты один спасся. Хорошая новость. Не понимаю, как тебя до сих пор не убили, но ты красавчик. Держись. Лучший. Все, зомби нет. Потихоньку высовывайся и волейботов по бокам. Ты же даже знак не брал, да? Нет. 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 Вижу пять штук. Даже шесть. Все. Чемпиону уйду отсюда, я так понимаю. Бочки бегают за нами медленно. Мы просто убегаем по кругу рядом. То есть, богу, бочки не трогаем? Да, просто убегаем от них по кругу и выносим граников. Бегай со мной. Давай. Можно останавливаться буквально на секунду на две за укрытиями, и из них вынафигаников меньше шансов, что они попадут. Да, что ли? Подстач не может выносить обычных ботов на далекой дистанции. То есть, вроде бы все, остается этих вынести. Короче, смотри. Как на первом этаже, спаун начнется с одной из сторон рандомных. То есть, либо справа, либо слева. Мы с тобой встанем по центру и будем смотреть, откуда начался спаун, и, соответственно, побежим за другую сторону, за один из этих ящиков, соответственно, за тот, который будет дальше. Угу, понял. Ставишь на третьей, да, ровно по центру. Там, где третья, видишь, вот эти вот зоны на полу? Там, где третья турель. В сторону турели ставишь, чтобы она смотрела. Отлично. Ну и шансов 50% тебе повезет, либо нет. Можно будет на одну из турелей использовать гранату. Граната мина здесь очень эффективна. Да, я знаю. Право. Да, ты угадал. Так, давай я право смотрю. Убивай турели. Да, кстати, спаун он зомбей подвезло, они к тебе с одной стороны будут идти. Есть, а под правую лучше. Я уже кинул. Потому что я левую уже загамаживал. Убивай правую. Убивай правую. Но дальше уже не страшно. Нет, 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 твою мать. Ты все? Да, берись знак и выживает этих. Все, и беги за противоположный ящик, и там не выноси турели, просто от зомби стреливайся, прижмись к ящику, они так будут медленнее подходить. Лучше встань чуть ближе, чтобы ты длину видел, чтобы ты мог смотреть, откуда они идут. Пока чисто. Зад. Хорошо. Две турели уже вылезло. С основной стороны, да. То есть это будет основная сторона, значит, а вторая будет зад. Да, пока только отсюда иду. Потому что ты встал чуть ближе к этой стороне, и они через нее и пошли. Ну, видишь, они к тебе даже не идут напрямую, они к тебе через бок идут, потому что ты к стене отражался. Чисто. Тебе нужно турели вынести. Ты не можешь чуть ниже стрелять там? Я боюсь, что она, наверное, дамажная. Ну, стрелять ты дай зеленую. Если тебе патронов хватит. Прошу уважения. Сейчас нужно запоминать последовательность. Вначале бежим в центр, в дальний центр. Видишь, где я спаля. Около стены. Да, и выносим бота с двух сторон. Вряд они спавнятся, я понял. Да, они вряд спавнятся. Ты с одной и с другой. Я левый. Потом стоим там же, и здесь от лифта начнут падать зомби. Выносим этих зомби потихоньку. А эти стрелки не будут? Так вот, слушай, выносим потихоньку этих зомбей и будем готовы, потому что в один момент посыпятся стрелки с левой или с правой стороны. И в зависимости от того, с какой стороны они упали, бежим уже на противоположную. Ну и там отстреливаемся. И прям за ящики, да? Да. И там уже отстреливаемся, и потом они пойдут с другой, мы перебегаем на другую. Что, я понял. Ой, как же они багаются? Это что, это нормально так? Это разработчики, которым... О, слушай, меня п***ят они. Меня тоже. Они нереально багаются. Блин, жопа, 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 жопа. Этот баг где-то уже месяца 3 или 4 ему, но с ним ничего не делают. Возьми правую сторону, там куча ботов идет, и левую возьмем. Именно сейчас перебег будет. Это все. Смотри, откуда они упадут, и беди на другую сторону. Направо. Направо. С твоей стороны будет основная атака. Понял. Они при приземлении багаются, улетают в сторону и возвращаются на место. На ледоколе, на плитке. Короче, везде, где они приземляются. Скоро работа закончится, перебежим на другую сторону. А еще будет, что ли, волна? Угу. Ёшки-матрешки, ты что? Что, тоже за ящик? Двоем один? Не-не, ты за тот. Ты за тот. Окей. Это один из двух этажей, который я еще не прошел. Вижу, заканчивается. Все? Закончились. Вот думаю, наверное, сядь за вот эту вот фигню. Вначале просто прячься от турелей, и наша задача вначале выдержать волну ботов. Будут штурмовики идти, и будь очень осторожен, потому что в этих укрытиях сломаны пикселя. То есть, очень сложно здесь стать пиксель, так что тебя не видели. Ну, они еще гранаты кидают, нормально это? Вроде все. Да, я турельку одну уже снял. Ну, вот стоишь буквально за этим столбом и отстреливаешься, а я сяду с другой стороны. Вроде бы бот и все. Турелики потихонечку снимать? Угу. Короче, садимся вот за вот эту вот баррикаду вместе, и все, здесь и отстреливаемся. Где Марьяна? Я ее не вижу. Я вижу, сейчас вынесу. В центре, что ли, прям? Вот сюда, чтобы я смог выстрелить. Ну, ладно, пусть так будет. Это первое. И второе дело за отстрелом. Встань, наверное, вот сюда, вот за вот этот вот столб. Угу. И лево смотреть. Ну, вот там, где я сейчас. Ну, я понял, да. Ну, я отсюда будешь остреливать, а я встану в другое место. Ну, ты, если будешь немного осторожным, то ты можешь вполне выжить. Да и я тоже. О, у тебя прям в упоре. Ага. Так должно было быть, да? Так задумано? Да, да. Если по спине и стреляешь, я их пять раз больше урона. Ну, че хрена это? Ну, в общем, я садаж легкий. Бывают казусы, но в целом, скорее всего, все будет окей. Но прикол в том, что, в общем, здесь есть позиция, где лучше всего выживать одному игроку. И лучше, чтобы это был игрок, который уже на ней сидел. Я тебе, говорю, дам вторую позицию. Ты, в принципе, если будешь осторожен, сможешь и на ней выжать. А я встану там, где я привык уже. Ну, короче, говори мне, куда вставать. Сыновись вот этот вот правый стол. Ага. И за ним актерируйся до конца этажа. Вообще прям всего это? Да, прям вообще до конца. Ага, окей. Да, будешь с этим осторожен. Они к тебе не особо быстро продвигаются, так что можешь не сильно выливать. Ты всю волну сидел вот тут между ящиками? Всю волну сидел вот здесь вот в углу. Ну, просто в углу? Да. Они здесь плохо. Они плохо тебя здесь видят. Могут вообще вот... Вот знаешь, вот здесь вот выходит бот, проходит, 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 смотрит вот здесь вот на тебя и останавливается. И не вставляет. Да, и не стреляет. Бывает такое. Боже мой. Не всегда, но бывает. Плюс некоторые волны, когда они вот там вот появляются, они, получается, спускаются по ступенькам, подходят сюда. Да, это я видел. И здесь кучкуется по 6-7 штук. Да, это я видел. Иди в угол. Какой, вот этот? Вот этот. Стреливай так, как считаешь нужным, чтобы они к тебе не подходили. Тут я больше шансов смогу их вынести. Ты прижат к стене, да? Да. Мы, видимо, хорошо сели, что они не могут подойти к нам. Ой-ой-ой. Что-то я даже забыл, то, что... Что по форму падает? Не знаю. Ну, это что, экран так трясется, невозможно вообще в голову попасть. А-а-а, друг! Полундра. Легко, ты тоже. Ну, отлично, с первого раза пришли. Легко, легко, согласен. Ну, ты очень хорошо себя показал на самом деле, для человека, который редко бегает ПВЕ. Не, я раньше спецухи вообще... Ну, короче, вот... Анубис до вот... Даже хардкор. Кто позднее появился? Анубис или хардкор? Вулкан. Анубис. Вот, то есть, до вулкана хардкора я вообще спецухи любил прям. Я прям ходил, и мне прям интересно было проходить на уровне профи их. Угу. Вот. А потом что-то как-то и... Надоело. Не знаю. Вот это достойная награда, блядь, за час игры. Убийца зомби на два дня. Спасибо. Так, ботинки спектр на один час. Спасибо. То есть, мы с тобой больше бегали, чем нам упали ботинки. Да. На сути. Спасибо.